МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крупнейшая партия страны готовится к масштабному обновлению. Сегодня в Москве на политической конференции «Единая Россия» обсуждали, как повысить эффективность партийных структур и наладить обратную связь с гражданами. Работать по-старому больше нельзя. В «Единой России» услышали. Партия, говорит Медведев, должна помогать главным государственным задачам. Люди должны знать, что делает в целом страна для того, чтобы идти вперед. Слово предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. АПЛОДИСМЕНТЫ Партия, во главе которой стоит Путин, «Единая Россия», через подставные фонды потратила 703 миллиона 870 тысяч рублей на 31 якобы независимого кандидата в Мосгордуму. Эти, в кавычках, «самовыдвиженцы», стыдливо скрывающие свою партийную принадлежность, получили деньги из шести фондов, связанных с «Единой Россией». Фонд народных проектов потратил 263 миллиона 995 тысяч рублей. НФПР потратил более 181 миллиона. Фонд поддержки будущих поколений – 128 миллионов 595 тысяч рублей. Фонд за права заемщиков потратил 97 миллионов рублей. Центр мониторинга развития промышленности – 17 миллионов 500 тысяч рублей. И, наконец, фонд «Национальные ресурсы образования» – 15 миллионов 450 тысяч. В материале российского публициста и блогера Вадима Жортуна указаны все кандидаты поименно, которые получили из каждого из этих фондов от 10 до 35 миллионов рублей. Раньше вы об этом догадывались. Теперь знаете. Раньше это было подозрение. Теперь факт. Раньше это было сложно игнорировать. А теперь невозможно. Ну а Путин и компания дальше будут вешать вам лапшу о честных выборах и необходимости соблюдения законов. Журналисты спросили Владимира Путина о беспорядках в Москве. Российский президент напомнил, что эти события связаны с очередным электоральным циклом, когда до выборов не были допущены граждане, у которых эксперты нашли поддельные подписи. В этом случае потенциальные кандидаты должны обращаться в суд. В соответствии с действующим законом протеста, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда, либо до столкновений с властями. Но кандидаты должны обязательно публиковать те предложения, те инициативы, ради выполнения которых они и хотят участвовать в партии. Вот тогда их моральное обязательство приобретет уже письменный характер. Избиратели всегда смогут сказать, слушай, ну ты же вот об этом говорил, вот, пожалуйста, это зафиксировано. Люди все видят, их невозможно обмануть. Они видят, кто работает, а кто работает от избирательной кампании до избирательной кампании. Вот наша задача исключить вот этот провал, его не должно быть. Если нет четкого понимания, что нужно делать и как нужно делать для развития страны, нечего приходить во власть, нечего там делать. Потому что это институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался, до этой власти, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах. Ответственные люди, а мы с вами именно такие, должны поступать совершенно иначе. У Единой России, как я уже сказал, особая роль. Партия уже в течение многих лет доказывает свою состоятельность, способность принимать ответственные решения, разъяснять эти решения людям и потом идти на выборы и убеждать избирателя в том, что решения, которые были приняты раньше, являются правильными, а путь, который мы наметили, является единственным верным. Мир в целом находится в состоянии трансформации, очень мощной, динамично развивающейся трансформации. Если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя не поймем, что нам нужно делать и как, отстать можем навсегда. Это очень драматическая ситуация в истории нашей страны. Вообще, драматическая ситуация развивается в мире и в нашей судьбе тоже. Надо это понять и работать очень активно. Эта власть может притвориться, что она будет изменяться. Она так неоднократно уже делала. Ну, с Голуновым история, когда оппозиция гражданское общество отбила его. Я думаю, что в случае с Голуновым, на самом деле, речь шла о линии внутриэлитного раскола и о противостоянии каких-то несиловых групп внутри элиты, силовым группам внутри элиты, которые брали на себя все больше и больше ответственности и притягивали одеяло. То есть, условно говоря, мы до конца не понимаем, кто там с кем это самое, кто там с кем столкнулся, а Голунов – это просто вершина айсберга. Я думаю, что ситуация с Голуновым была настолько экстремальна, что даже по системе... То есть, как бы она вне системы корня требований обычного политического протеста. Она не противопотивна демократии. Она о том, что каждый человек почувствовал себя в этой ситуации абсолютно бесправно, абсолютно незащищённым. Это главная болевая точка в нашей стране – бесправие простого человека. Так это же к любой ситуации можно применить. И к ситуации 27 июля, и к ситуации 3 августа. Это же вопрос справедливости. В итоге начинается эта история как история об отсутствии партиципативной демократии, об отсутствии свободы изъявлений, возможности воздействовать на то, кем укомплектована власть. Но превращается это в то же, чем была история Ивана Голунова. То есть, в историю бесправия человека перед полицейской машиной. И машина становится всё более бесчеловечной и расчеловечена. То есть, пищевая плёнка на забралах, маски балаклавы, жетоны. Она становится анонимизированной, эта машина. Отсутствие жетонов. Отсутствие жетонов. Спрятанные под бронежилеты жетоны, чтобы не было их видно. Власть таким образом освобождает служащих ей, полицейских и росгвардейцев, от ответственности. Даёт им фактически карт-бланш на применение насилия. Говорит, мы вас закроем, мы вас прикроем, с вами ничего не будет. И тем самым она расчеловечивает этих полицейских. То есть, это превращается в безликую, освобождённую от ответственности, и поэтому всё более и более жестокую машину, которой теперь люди вынуждены противостоять. Если это полицейские... Ну, то есть, я помню, 12-й год, и к полицейским выставляли там девочек-курсанток. Болотную вы имеете в виду. Болотную, да. Ну, там до Болотного дела, до Майского, это всё, всё, всё истории. И, разумеется, такой уровень заслон, он делает конфронтацию практически невозможно. Это мальчики-курсанты какие-то, девочки-курсантки. Никто ни с кем здесь не схватывается. Но, повторюсь, здесь на обострение сыграла прежде всего власть. Это можно назвать и провокацией, в принципе. Чего она хочет этим добиться, я не понимаю, потому что она тем самым на глазах, повторюсь, превращается в диктатуру настоящую. Зачем это надо, что это, какие цели это поможет достичь, мне лично непонятно, но это супертревожная история. Вас можно напугать таким образом? Вот вас конкретно. Нет, это просто заставляет тебя принимать гораздо более радикальные решения. То есть, вас это провоцирует, наоборот? Провоцирует, конечно. Я думаю, что и многих людей это провоцирует. И ты понимаешь, что сейчас ты находишься в состоянии более-менее покоя, ты более-менее комфортно учишься существовать в этом мяфконтритарном режиме, ты говоришь, что на личные свободы мои не покушаются, а политической свободы у нас не было никогда. Ну, по крайней мере, город благоустроили, ну и тебе не лезут в постель. Спасибо и на этом. Но в тот момент, когда это начинает все происходить, перед глазами у тебя возникает пример братской Белоруссии, и ты понимаешь, что сейчас как бы начинают совсем другие вещи решаться у тебя на глазах. Если ты сейчас останешься в стороне, ну, с моей точки зрения, это просто акция устрашения, и то, и другое. И однозначно не знаю, повинны или ответственны ли в этом политический менеджмент, условная администрация, или силовые органы, какой-нибудь там, Совет Безопасности, МВД или ФСБ, кто там принимает решения, но однозначно это выглядело как просто акция устрашения, как отход вообще от каких-либо практики заигрывания и изображения имитации свободы, имитации правого государства, просто отказ от имиджа правого государства, до которого у нас, разумеется, нет, но, по крайней мере, пытались соблюдать хорошую мину при плохой игре. Теперь мы на витрину, убрали с витрины улыбающихся Собяниных и Чебурашек и расставили там людоедов, значит, и космонавтов. Ну, вот такие пироги. Зачем это надо делать, я не понимаю. И правильно ли оценивают люди, принимающие решения, к чему такое может привести, я не уверен. А как вы оцениваете, к чему это может привести? Ну, надо понимать, что сейчас ситуация гораздо более тяжелая. Ну, что значит более тяжелая? Вы сами говорите, революционной ситуации нет. Ну, запугали. Ну, значит, не согласовали митинги, значит, люди не пойдут. Ну, и как бы это будет там, знаете, даже не кипеть там, а булькать что-то потихонечку. Ну, булькает и булькает. Если ситуация управляемая, наверное, элиты это вполне устраивают. Я думаю, что ситуация управляемая до ближайшего черного лебедя. А потом ситуация может быть неуправляемая. Когда, ну, ты либо... Отличие диктатуры, опять же, это авторитарное государство заключается в свистке на скороварке, понимаете? Вот у нас сами есть, вот скороварка, есть свисток. А тут свисток выкидывается, скороварка закручивается, чтобы просто не шло пара. Потому что пар раздражает. Но процессы кипения и расширения, и превращения, значит, воды в газообразное состояние, и переход, который приведет обязательно к взрыву скороварки, они, тем не менее, идут, хотя снаружи они не видны. Дважды и в июле, и в августе этого года были проведены массовые мероприятия, митинги. Тех граждан, которые хотели выразить подобным образом свой протест, они были заявлены, эти мероприятия, и санкционированы властями. Прошли мирно и без всяких эксцессов. Вот я бы хотел, чтобы и у нас в дальнейшем все происходило именно таким образом, ну и в других странах тоже не исключение, чтобы без эксцессов и без нарушений действующих законов. Субтитры создавал DimaTorzok